Прежде хотелось бы показать нашим зрителям вас, ваше видео, снятое 25 августа этого года. Там буквально пару десятков секунд, я думаю, что мы выдержим. Пожалуйста. И вот мы слышим у нас в эфире, там был, например, Матвей, гонопольский журналист Роман Цимбалюк, который говорит, что, в общем, молодец, войны не допускает пока, сдерживает там все. Цимбалюк вообще говорит о возобновлении торговли с режимом Лукашенко. Да ладно, это журналисты, Цимбалюк, Гонопольский. А вот Кирилл Буданов говорит, что Лукашенко отпетлял. Молодец, давайте отдадим должное. Почему такую жесткую позицию, которую мы только что услышали по Лукашенко, мы не слышим от официального Киева? Я не могу ответить за других. Я могу ответить за себя. И, к сожалению, действительно есть проблема. Она тянется очень давно. Мне кажется, у кого-то глубокого непонимания. Лукашенко со стороны Украины. Начнем с того, что много лет тут Лукашенко был вообще популярен. И в обществе, и президент Зеленский даже, когда стал только президентом, он даже в чем-то копировал Лукашенко. Я не шучу сейчас. Там есть целое видео. Вот это встал, вышел. Типа, что, коровы не доены? Народ такой. Да, да. Вот это немножко, это вся такая тема. Потом, в 2020 году, я когда создавал межракционное объединение за демокртическую Беларусь в парламенте, мне очень многие коллеги говорили, а чем ты вообще занимаешься? Ну там, батька, он есть. Ну кто такой или такой? Беларусам все подходит. Да и вообще это не наше дело. Я говорил, так вы что? Во-первых, нам не подходит. Во-вторых, мы не можем. Так как гнойник, который возле нас, зреет, зреет, зреет. Рано или поздно нас будут тоже проблемы. Это очевидно. Ну и если наши ценности демократия, права человека, то как мы можем вообще вот с этим человеком о чем-то там говорить, иметь дело? Ну и дальше все так и оказалось. То есть торговали, торговали. А потом пришли из Беларуси российские войска, убивают нас. Урезали Бучу, Ерпень, Гастомель, прилетают ракеты, дроны и так далее. И все равно молодец, с которым можно разговаривать. Ну молодец, молодцом его уже никто не называет. Но типа, как бы, чтобы не было хуже. Вот сейчас уже такая новая формировка. Молодцом его никто не называет. Но теперь такая тема, что типа, вот давайте его не загонять в угол. Потому что мы загоним в угол Лукашенко. А мол, дальше будет только хуже. И тогда Путин, ой-ой-ой, что-то такое сделает. Но главная тема, значит, чтобы в Украину вторгнуться. Опять со стороны Беларуси российские войска. Я внес вместе с коллегами, но я первый автор проект постановления. Мне кажется, очень простой. Все начинается с определения. Вот любой закон, когда принимается в любой стране мира. Там первая статья определения. Что имеется в виду под каждым словом. И это правильно. Так вот я хочу сказать, что первое, что нужно сделать, определиться. И сказать честно, что Беларусь оккупирована де-факто Россией. Что Лукашенковский режим, режим марионеточный. Что это просто гауляйтер Беларуси. Естественно, да, он может решить, кого там в Беларуси еще, там, я не знаю, ограбить, убить, изнасиловать. Но он не может решить. Наступать будут российские войска из Беларуси? Не будут. Мы это видели в 1922 году. И никто ничего не спрашивал. Путин геополитически безраздельно владеет Беларусью. А Лукашенко это такой вассал, да, с определенной автономией. Но не более того. И поэтому любые заигрывания с Лукашенко неправильны, вредны и опасны. И поэтому нужно принять постановление, разорвать дипломатические связи. У нас еще полгода назад посол Украины сидел в Минске. После того, как из Минска, из Беларуси приехали нас убивать, наш посол по-прежнему сидел в Минске. Как бы мы поддерживали какие-то отношения с этим режимом. То есть наш проект предусматривает разрыв дипломатических отношений, призыв к миру исключить Лукашенко в Беларуси из международных организаций. Мы должны это делать. Мы в этом заинтересованы больше других. Если мы это не будем делать сейчас, я объясняю это коллегам, я говорю это вам, я говорю это на уровне европейского. Буквально, по-моему, вчера или позавчера на уровне Европейского парламента было собрание. Ну, я онлайн включался. депутатов по Беларуси. Я говорю, давайте принимать в ваших парламентах. Ну, да, в Украине мне не хватает сил протолкнуть это. Но если бы это было принято в Германии, Франции, Польше, такие решения, мне было бы проще. Здесь давайте вместе дожимать этот вопрос. Потому что в противном случае Лукашенко, ну, это такая тварь, которая начинает, я смотрю, выскальзывать опять. То есть уже венгерский посол приезжает, ему вручают верительные грамоты. Все начинается, все возвращается так потихонечку, потихонечку на круги своя. И это катастрофа. Потому что это абсолютно, это военный преступник, это полностью человек, который несет ответственность за все то, что сотворено с Украиной, и, конечно, все, что он сотворил с Беларусью. Поэтому, ну, к сожалению, вот эта вот иллюзия, что вот с ним можно о чем-то договориться, она до сих пор жива. Как это получается? Честно скажу, я вот после 24 февраля 2022 года, но мне казалось, что уже у всех открылись глаза, но все поняли, что с ним не о чем договариваться, и не нужно. Просто нужно его конкретно уничтожить, этот режим. Это для них нужно выдавить. Но нет, к сожалению, мы опять видим... Вы сказали, надо начать с понятий, да, договориться с ним. Ну, выдавить его, смотрите, да, выдавить, выдавить его, ну, во-первых, все-таки выдавить его, это главная задача белорусского народа. Вы должны понимать, никто... Ну, конечно, а кто же вы думаете? Придут французы умирать для того, чтобы выкинуть Лукашенко? Вы простите, но вы его породили. Вы его толерировали, вы ему дали стать тем, кем он стал. Это сделали вы. Это не французы виноваты, что в Беларуси Лукашенко. И неукраинцы тоже. У нас в своих там куча проблем, но что мы можем сделать извне? Это блокада полная, разрыв депотношений. Это санкции экономические наижеисточайшие. И это поддержка белорусов. То есть есть в каком смысле? Есть сегодня полк Калиновского, значит, и есть другие сегодня белорусские добровольцы. Значит, им нужно помогать, их нужно обучать. И если они готовы идти освобождать свою страну, пожалуйста. Алексей, слушай, пожалуйста, а если... В этом смысле. А есть ли шанс, что украинские правящие круги все-таки обратят внимание на присутствие Светланы Тихановской? И как-то, возможно, проведут, ну, может быть, хотя бы не переговоры, но первоначальные встречи для того, чтобы понимать, что такое демократические силы Беларуси? И как дальше, в какую сторону, возможно, развитие демократической Беларуси? Смотрите... Просто пока Украина как-то дистанцируется от офиса Тихановской. Это правда, но это все та же причина, потому что как бы мы вот такую занимаем позицию не напортить. Ну и логика, я объясню вам логику простую. Вот сейчас ее в какой-то мере можно понять, я с ней не согласен. Но давайте честно ее назовем. Украина в экзистенциальной войне. При всех там сложностях, которые есть в Беларуси, и режимы, которые там, и люди, и покрестины, и все, и мы понимаем это. Но это все-таки речь идет о единицах, которых убивают, о сотнях, которых там, может быть, тысячах, которых преследуют. В Украине убивают сотнями, тысячами, и миллионы страдают каждый день. У нас очень тяжелая ситуация. И в этой ситуации сидит там президент и люди, и говорят, а что нам Светлана Тихановская может дать? Вот что она, вот что, ну вот встретимся с ней, поговорим, и дальше что. Ну давай, ну что, она что, что она, оружие нам даст? Не даст. Она выкинет российские войска из Беларуси, чтобы они не нависали над нами с севера? Не выкинет. Она нам поможет финансово? Не поможет. А зачем? И тогда, а что? То есть, вот Лукашенко, ну вот он якобы нам ожидает, что на нас с севера снова не нападут. Для нас важно. Нам, как бы, еще один. Это, я считаю, что это ошибочная мысль, но ее можно понять. Если вот так все отбросить, то, в принципе, вот на последнем таком рациональном ключе это можно понять. Поэтому я говорю действительно о важности того, называть вещи своими именами. Потому что если мы признаем, что Беларусь оккупирована, признаем, что Лукашенковский режим это оккупационный режим, тогда, конечно, становится следующий вопрос. А кто же представляет белорусский народ и с кем же тогда поддерживает? И тогда вот ответ. Да, есть правительство в изгнании. Это объединенный переходной кабинет, это Светлана Тихановской. С ними нужно поддерживать. Да, нужно выстраивать стратегию. Да, это стратегия не на тень. То есть сегодня нам прямо белорусская оппозиция, демократические силы и правительство в изгнании ничего не даст. Но если мы начнем с ним работать сегодня, то, может быть, через год, два, три мы выйдем на те результаты, которые нам вместе нужны. Но это требует определенного взгляда такого стратегического и такого, ну, в какой-то мере и риска, который нужно взять. К сожалению, в Украине сегодня не находят себе, ну, наш президент, наши люди, которые ответственны за внешнюю политику, не находят себе силы это сделать. Ну, с другой стороны, в Украине, повторюсь, есть белорусские добровольцы, они воюют. В Украине они интегрированы. Нужно это дальше развивать, нужно это дальше поддерживать. Нужно стучаться в эти двери, рано или поздно их откроют. Но еще, конечно, что нужно, и это очень важно со стороны самой белорусской оппозиции, все-таки, я думаю, сейчас мы обращаемся в первую очередь к белорусам, которые вас смотрят, требуйте от своей оппозиции, ну, или правительства в изгнании, конечно, объединения. Потому что очень сложно, к сожалению, белорусская оппозиция, но вот объединенный переходный кабинет, это очень хорошее дело, потому что оно показало объединение. Нужно дальше объединять. Должен быть единый голос, потому что когда этого единого голоса нет, очень сложно. Очень сложно общаться, когда приходят белорусские демократические силы и начинают в первую очередь говорить о других белорусских демократических силах, какие они неправильные. Это проблема большая, и я понимаю, что внутри много там есть своих эмоций, но и с ними нужно справиться, потому что в противном случае это все дискредитирует в целом всю эту идею. Поэтому такая ситуация, ну, конечно, повторюсь, я считаю, что наша задача объяснять, я поднимаю эти вопросы не только в парламенте Украины, я поднимаю эти вопросы в парламентской ассамблее Совета Европы, когда мы добиваемся того, чтобы в резолюции ПАСЭ, это была моя поправка, чтобы говоря о трибунале над Путиным, говорилось о трибунале над Лукашенко. Мы тем самым вот эту задачу дипломатического, если бы мы этого не делали, если бы я на уровне ПАСЭ этого не делал, поверьте мне, сегодня не только венгерский посол уже вручал верительные грамоты Лукашенко, потому что это все-таки создает хоть какой-то барьер, какую-то токсичность повышает Лукашенко, его режима для мира. Это нужно делать дальше, в этом направлении нужно работать, потому что, ну, ситуация очень сложная, ситуация очень сложная и в самой Украине, в виду с войной, ситуация сложная. Мы видим, как снова Путин и Лукашенко, они снова так поднимают свои вот эти ублюдочные головы, им кажется, что они могут, что они могут, что они как-то еще, значит, могут добиться каких-то результатов. Я как раз хотел спросить про эти ублюдочные головы, в частности, про голову с усами, которая сейчас не то, что поднимает, там его псы цепные начинают Литве угрожать, да, слышали вы, что мы тут сейчас растолкаем до Клайпеды оружием... До Балтийского моря, белорусским оружием проложим себе путь. Ну, коридорчик проложим, мы имеем полное право... Ну, ладно, ну, болтает и болтает, но все равно, что в Беларуси же никто не болтает без, так сказать, санкций свыше. Вот, сейчас вот эта история с повестками, я не знаю, знаете вы или нет, но в Беларуси сейчас можно СМС-кой там вызвать в военкомат, сейчас все операторы должны будут предоставлять обязательно там данные по людям призывного возраста. Короче, такая подготовка к мобилизации, и нам кажется, что, ну, он готовится к какой-то войне все-таки, вот вот что нам кажется. Я убежден, что он готовится к войне. Так посмотрите, я убежден, что он готовится... Так не он готовится к войне, он это... Я абсолютно убежден, что на наших глазах происходит дебридный аншлюз Беларуси и России. Я действительно считаю, что Беларусь оккупирована. Я убежден, что в руководстве силовых структур Беларуси есть огромное количество людей, которые отвечают не перед Минском, а перед Москвой. И они выполняют действительно эту задачу. И, конечно, они готовятся, однозначно. Вот это тот момент, который, к сожалению, мне кажется, опять начал выпадать из понимания людей. Когда произошло вторжение 24 февраля, вся Европа всколыхнулась, все поняли, что эти танки, которые сегодня едут на Киев, завтра могут поехать на Вильнюс и на Варшаву. Это все четко, вот, прямо ощутили. И правильно, что ощутили. Но мне кажется, что за 20 месяцев это ощущение участия потерялось. Оно как-то притупилось и опять появилось такое ощущение... А привыкли, да? Ну, украинцы погибают и погибают. Ну, погибают и погибают. Ну, что там будет с Украиной? Ну, понятно, у нас же НАТО, тут у нас такой зонтик НАТО, на нас точно не дойдут. НАТО, безусловно, зонтик. Но я не уверен, что это такой зонтик, прямо в который никто не постучится. Это нужно очень четко понимать. Вот возьмем сегодня плохой сценарий. Плохой сценарий, что Россия добивается успеха в войне с Украиной. Это не означает даже полного уничтожения Украины, но захватка значительных территорий. И, например, подломить украинское государство. Мы вообще понимаем, с каким страшным монстром в этот момент сталкивается мир. Потому что Россия, вот та Россия, которая будет после этого, с оккупированной частью Украины, с оккупированной Белоруссией, умытая кровью, с боевым опытом. Вот посмотрите на Израиль. Вот израильская армия знаменитая, о которой говорил там весь мир, что это что-то невероятное. Посмотрите, я вот сегодня смотрю, я там при всем уважении, смотрю, как они воюют. Смотрю, вернице танков, которая там идет. Поверьте мне, все украинские военные, ну они улыбаются. Потому что на фронте Украины и России вот эта армия, вот эти подразделения, так правильно сказать, не просуществовали бы и суток. Тут другая война. Вот израильская армия, знаменитая армия и действительно сильная армия, ведет войну 90-х годов прошлого столетия. Войну сегодняшнего дня в мире знает, ну, наверное, три армии. Ну, все-таки Соединенные Штаты Америки, у них такой уровень вооружения колоссальный. Они это еще в очередной раз всем показали. Мы бьем Россию их оружием 90-х годов. И оно суперэффективно. Это, конечно, они на другом уровне находятся. Дальше Украина и Россия. Все, больше никто не знает, что такое современная война. И когда, и не дай бог, если Россия добьется успеха в этой войне, то и получив еще человеческий ресурс Украины, и полный, ну, хотя бы части Украины, и полный доступ к ресурсу человеческому Беларуси, с этим боевым опытом, с этим знанием ведения войны, с этим полностью уже будут сняты все барьеры. Россия уже наплевать на все санкции, наплевать на все международные организации. Вы думаете, эта махина, она остановится? Зачем? Почему? Она может только одно. Россия перешла на военные рельсы, де-факто. И она не собирается с них выходить назад. Но неужели этого не понимают в Европе, неужели этого не понимают в НАТО, Алексей? Но мы-то понимаем, вы так обращаетесь сейчас, как бы, да, ко всем и никому, а вы сейчас в Европе. Вот что там, что там происходит, что там люди говорят? Я не в Европе, я нахожусь в городе Киеве, на работе в парламенте Украины. Я говорю в Европе. Да, ну, это да, Европа, тут я с вами согласен. Я это вам объясняю, потому что, я думаю, многие люди, которые вас смотрят, те же белорусы, возможно, тоже в изгнании, может быть, они живут сейчас в Польше или Литве, или Германии. И если они хотят когда-либо вернуться к себе домой, в нормальную Беларусь, в демократическую, свободную, то условие для этого сегодня одно, это победа Украины. И поэтому, если, ну, так просто сложилось исторически. И поэтому, если они слышат это, то они на своем месте тоже могут и говорить, и выходить на пикет, и обращаться к правительству, и к депутатам, и прочему. Я это делаю. То, что я вам сейчас говорю, вы думаете, я только вам сказал? По секрету. А я всем там не говорю. Я просто вам объясняю ситуацию, какая она есть. Ну, реакция, кто-то слышит, и кто-то понимает всю угрозу. А кто-то нет. Ну, посмотрите, в Словакии снова побеждает правительство, де-факто, пророссийское, и берет власть. Да, там не такая уж большая цифра, там эта партия Фицца сколько взяла, 23 процента, но этого хватило. Да, но этого хватило для того, чтобы взять власть и уже начать еще одна страна размывать. Конечно, Венгрия и Словакия, нельзя сказать, что это мейнстрим. Но я думаю, что следующий посол, который приедет Путину вручает верительный грамот, это может быть словацкий посол. И вот так вот с каждым Путину, я имею в виду, и Лукашенко, я хотел сказать. Так, Лукашенко. Ну, а Путина они там так и так сидят. Значит, и это происходит на наших с вами глазах. Вот эта эрозия очередной распонимания. Особенно сейчас, после того, как началась война на Ближнем Востоке, она отвлекает очень много внимания мира. И мир вообще... У меня было удивительно, я с депутатом, вы еще послушайте, вот была октябрьская сессия по сцену, уже после начала событий на Ближнем Востоке. И один из депутатов европейских ко мне подходит и говорит, я так понимаю, что у вас, слава богу, уже дела получше. Депутат. Я говорю, в смысле? Я говорю, в смысле получше? Он говорит, ну как, ну вас я вижу уже все, вас там не показывают. Я так понимаю, что там война уменьшается, все. Все, вот вы можете себе представить, то есть, да? Это человек, это политик. Это не просто человек, там, ну, обыватель, как говорят, не просто, там, гражданин, это политик. Не показывают по телевизору, значит, там уже все не так, потому что по телевизору показывают с утра до ночи Ближний Восток. Ну, эти потом и в палестинскими флагами ходят по улицам. Да, ну вот нам понимание того, где мы сегодня находимся. Алексей, вопрос, давайте сейчас конкретно о ситуации в Украине поговорим, да, о правящих кругах, что там происходит. Дело в том, что насколько мы здесь, белорусы, разумеется, мы смотрим, мы читаем все, переживаем за Украину. Что мы видим, глядя, например, просматривая украинские паблики? Что есть какая-то некая конфронтация, может быть, даже противостояние президент Зеленский и генерал Залужный. То есть президент Зеленский, он представляет Украину в мире, он красиво, элегантно, он не может позволить, чтобы кто-то где-то, украинская армия отступала, отдавала Авдеевку, где-то на левом берегу Днепра что-то происходило в минус украинской армии. А генерал Залужный, он человек военный, кадровый офицер, он генерал. И он более гибкий с точки зрения тактики и стратегии. И вот в этом, как я вижу, как мы, белорусы, видим, происходит некоторая конфронтация. То есть Залужный считает, что лучше делать так, но Зеленский говорит, нет, мы не можем позволить всему миру увидеть это, то, что вы, господин Залужный, предлагаете. Может быть, мы ошибаемся, может быть, мы не так понимаем ситуацию. Какова она? Зеленский и Залужный. Ну, начнем с того, что я этого сам не знаю. Я думаю, что это знают только Зеленский и Залужный, ситуацию между ними. Но мы действительно тут не надо, нечего тут скрывать. К сожалению, мы увидели определенные трения. Была статья Залужного в The Economist. Такая статья, ну, отрезляющая, говорящая о том, что он берет на себя ответственность из-за отсутствия серьезных успехов в нашем контрнаступлении. Их действительно нет, и это правда, и скрывать это бессмысленно. Залужный об этом сказал. Я всегда за правду. Я вот про Беларусь об этом говорю. Honest is the best policy. Вот если Лукашенко диктатор, надо сказать, что он диктатор. Они да ну да, но, 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 но. Вот и здесь. Но если нет успехов, ну, надо сказать, их нет. Все равно мир это видит, и никого здесь... Ну, какие-то есть успехи, но понятно, что не те, на которые нам бы нужны были, на которые мы рассчитывали. После этого тут такая, можно сказать, даже бурная реакция со стороны Офиса Президента, который там, ну, прям покритиковал Залужного, мол, ну, ты зачем туда полез и вообще... Ну, это было. Это показало определенные трения. Трения, это все-таки не конфликт. Я надеюсь, что конфликта нет. Ответа на этот вопрос я не знаю. Но это сложно. Мы, это же живые все люди, Зеленские, Залужные, и в окружении. Тяжело, поверьте мне, 20 месяцев полномасштабного вторжения тяжело. Психика всех украинцев натянута, как струна. Психика людей, как Зеленские и Залужные, учитывая их уровень ответственности, но натянута так, что уже дальше натянуть ее сложно. Поэтому всем непросто, но мы надеемся все, что из всего этого будет такой нормальный, скажем так, выход. Еще есть одна ситуация, это тоже правда, и я должен об этом сказать. К сожалению, у Зеленского прогрессируют автократические тенденции. Это правда. Он, ну, это, смотрите, это, к сожалению, потому что военное положение, оно, в общем-то, способствует этому. Президент Верховный Главнокомандующий, нет времени на какие-то дебаты, разглагольствования и прочее. Но это приводит к тому, что постепенно человек начинает, это же нравится любому человеку, когда его никто не может критиковать. В принципе, вот любой из нас. Вот вы сейчас смотрите, вот честно давайте ответим. Вам нравится, когда вас кто-то критикует? Ненавижу. Ну, точно не нравится. Никто это, никому никогда это не нравится. Только проблема в одном, что если человек у власти, если его не критиковать, он теряет адекватность. И, а вот этот момент начинает в какой-то мере происходить у нас. И у Зеленского есть выраженные автократические тенденции, в стране они есть. Это правда, это наша внутренняя проблема, мы с ней пытаемся бороться. И я считаю, что это одно из того, что я должен делать, как народный депутат, как человек. На Украине очень важно защитить и сохранить свою демократию. Потому что демократия в нашем случае это инструмент победы в том числе. Очень меня тронула фраза президента Зеленского в интервью с зарубежным журналистом. Он сказал, что никто, так как я, в победу не верит. Ну вот это признак того, о чем вы говорите, по-моему. Ну конечно, это такая фраза, понимаете, вот никто не верит, у нас все мы миллионы. В общем, я даже не хочу, это однозначно признак. И статья в журнале Time такая очень, ну на самом деле, тревожная. И эти тревожные тенденции есть. Мы должны, почему очень важна демократия? Не в том, почему важно, чтобы можно было и президента критиковать, и все. Даже в такой момент, как у нас сегодня. Да потому что это дает обратную связь. Только критика и только демократия приводят к изменениям, к улучшениям. Если ты игнорируешь проблему, она всегда только ухудшается. Поэтому ты должен и проблему показать, назвать. И тогда нужно толкать власть, чтобы она решала проблему, а не игнорировала их. В принципе, вот там у нас последняя ситуация. Это то, что Зеленский четко принял курсы. Он принял решение, это я могу твердо сказать, я это знаю, провести выборы с 31 марта 2024 года. И это ошибка. И когда я эту тему поднял, и в украинском обществе началась очень большая дискуссия на эту тему, и все стали говорить в один голос, что это нельзя делать. Что выборы это момент борьбы всех со всеми. А нам нужно полное объединение для борьбы победы над врагом. Что мы не можем это сделать физически и так далее. В власти бы и Зеленский вышел и дал заднюю стол. Да, да, мы выборы не на части, то есть не ко времени. То есть в Украине этот механизм работает. И наша задача его сохранить. Что власть должна слышать общество. И власть должна прислушиваться к обществу. Это ключевое. Потерять этот момент нельзя. Потому что без этого мы теряем ну все. Последний вопрос по поводу статьи, вернее интервью заложного экономисту. Может же быть так, что это скорее материал для американцев, а не для украинцев. Да, он деморализует, когда его читаешь, безусловно. Но он для американцев... Да нет, я не согласен с вами. Вот я, извините, я уж перебью, я не согласен. Он ничего не деморализует. Смотрите, он деморализует тех людей, которые на все это смотрят со стороны. Поверьте, мы живем в этом внутри. Мы все это знали. Ничего нового, статья заложного не сказала на самом деле никому, кто реально ездит на фронт, кто реально там родные, близкие у кого, а их это миллионы людей. Да все украинское общество это понимало. И в общем-то он сказал правду, которую все знали, и это правильно. Потому что люди должны слышать от власти правду. Да, может быть не всю. Особенно во время войны. Но точно не вранье. Вот обманывать нельзя. Можно сказать не всю правду. Но просто врать нельзя. И Залужин сказал правду, и это важно. Поэтому это важный сигнал и для украинского общества тоже. Но я согласен с вами, это статья не в каком-то украинском уважаемом издании, это статья в The Economist, одно из самых уважаемых изданий мира, в котором он как раз и говорит, как по мне, вот он говорит тот месседж, о котором я вам сказал, о котором вы сказали, ну вот вы нам говорите. Ребята, мы Путина еще не остановили. И если вы продолжите играться, нам вот это вот дадите что-то когда-нибудь, то это все может кончиться очень плохо. Вот об этом я и хочу спросить. Что мешает? Ну американцы же не дураки. Да? Ну что мешает? Они понимают, мне кажется, с кем имеют дело. Прекрасно они все понимают. Но почему они вот, что мешает принять пакет военной помощи какой-то серьезной Украине? Это для бюджета американского? Тьфу, ну на самом деле, мы уже с экономистами сто раз это проговорили. Ну вот в чем проблема-то? В чем затык? Ну вам, наверное, лучше это спросить какого-нибудь американского политика. Ну проблема в том, что, к сожалению, мы видим, что есть недооценка угрозы раз, есть нехватка вот этого вот... Ну я не знаю, в чем проблема. Вот вы меня спрашиваете. Как если бы я вам мог точно ответить? Одна из проблем, это точно она присутствует, часть американского именно политикума, эстеблишмента, как и европейского, они хотят победы Украины, но они боятся поражения России. Это такая шизофрения легкая. Красиво. Потому что не может быть одно без другого. Но это правда, это так и есть. Но оно присутствует. Почему? Ну потому что, Саня, почему они хотят победы Украины? Говорит, не надо, понятно, демократия, все ясно. Агрессор, международное право. Почему они боятся поражения России? Да потому что есть мнение, что это поражение России, которое придет к коллапсу, может быть, России очень вероятно, приведет, а кто будет, им кажется, что там такое количество вызовов, которые их очень пугают. Кто будет контролировать оружие массового поражения? Ядерное, конечно, но не только. Бактериологическое, химическое, кто? Что будет на Кавказе? Не превратится ли Кавказ в какой-то источник исламского фундаментализма? Что будет с Сибирью? Не упадет ли она в руки Китая? Просто вот так вся. И тем самым. И там, и дальше. Но не начнется ли просто кровавое месиво? Ну это большая страна, в которой, если начнется кровавое месиво, от него будет отлетать в разные стороны. И так далее. То есть у них масса вопросов, и они боятся. И вот это, к моей точке зрения, опять же, это, конечно, ошибка. Потому что, как говорят в моем родном городе, здесь по Дерибасовске гуляют постепенно. Сегодня главная угроза – это путинский режим. Его нужно сломить. Да, после этого будут новые угрозы. Мир не станет розовым и замечательным. Вот как у вас тот ваш стиль, ваши картинки. Вот он и станет такие розовые, розовые пони не поскачут. Да, будет еще масса вызовов. Но они уже будут все равно чуть меньше. Они уже будут полегче. Но, к сожалению, это есть. И вот эта вот игра на вот этих моментах, она, к сожалению, приводит. Алексей, спасибо большое. Спасибо большое за то, что согласились войти к нам в ВФ. Надеюсь, вам удачи. И удачи, разумеется, вашей фракции за демократическую Беларусь. Привет прекрасному городу вашему. Слава Украине, живи, Беларусь. Слава... Ой, спасибо. Героям слава, слава нации. Слава, живи вечно. И до встречи, возможно, в вашем прекрасном городе Одесса, где мы с вами виделись летом, брали у вас интервью во дворе вашего дома. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!